Стихи читаю, которые ты мне просылаешь, слушай, это такие отличные стихи, такие прекрасные стихи, а потом я так удивился, когда ты мне написала, это же я после ключа, я же после этого стал стихи писать. Я тебе хочу сказать, как это у тебя произошло? Ну это, я рада, во-первых, что стихи мои вам понравились, я хочу сказать, что это произошло, наверное, с одной стороны случайно, а с другой стороны закономерно, потому что ключ делает свое дело, сначала у меня были картины, я сейчас даже скажу, но сейчас в силу обстоятельств, так как я готовилась к переезду и у меня вещи были сложены, я картины писать не могла, мне хотелось, 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 и видимо желание, вот у меня сегодня даже это в строчке вылилось, что не явлено холсту превратилось в слово, знать к такому ремеслу душа была готова, но это я не буду полностью читать, ну то есть это произошло... Слушай, прочитай, пожалуйста, эти стихи про детство, про детство прочитай. Так, про детство стихотворение написалось в полусне, то есть я считала, что я не сплю, а потом как бы мой хитнес-браслет показал, что все-таки это был быстрый сон, и во сне вот эти все строчки пришли, когда я проснулась, я решила их быстро записать, быстро записать не получилось, потому что народились еще четверостишие несколько, и вот когда я все это собрала, получилось такое стихотворение. Посвящается моим родным, ушедшим, кого нет со мной. И снится-снится девочке, далекая страна, душа летит стремительно, где сердцем не одна, где мама с папой рядышком, с косичками сестренка, воскресным утром блинчики, вареная сгущенка, где бабушка и дедушка, пекутся пирожки, носки и шапки вяжутся, есть книжки и кружки, где в музыкалке учатся, друзей не перечесть, качели, сосны, двор, сирень и дом родимый есть. И с улицы родители зовут скорее домой, где диафильмы крутят и смотрят всей семьей, где учит рукоделью любимая бабуля, а в доминой шашке сражается дедуля, где каждый раз, как чудо, поездки в цирк, кино, монетки из копилки на парк и домино, на парк и эскимо, где елка упирается звездою в потолок, корону папа клеит, а мама платье шьет, где лепятся пельмени, по праздникам плато, и дедушка с баяном, и не грустит никто, где лыжи, горки, санки, каток залитый ждет, и держит руки папины, уж он не подведет, где модница сестренка обновки шьет и вяжет, и о моих проделках родителям не скажет, где классики и прятки, есть велик догонялки, свистульки из акации, и чуры в ручалке, где содра на коленке, зеленкой мама мажет, подует, пожалеет, волненья не покажет, где летом на каникулах деревня, ребятня, и соберется дружная со всей страны родня, и сколько б лет не прожито и пройдено дорог, там сердце отдыхает, и там душа поет, я знаю, 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 страна такая есть, и там любви немерено, и счастье там не счесть. Боже мой, какое прекрасное стихотворение, я тебя поздравляю, ты поэт, ты поэт. Спасибо. Конечно, конечно, теперь скажи, пожалуйста, ты мне как-то говорила, вот мы с тобой разговаривали по скайпу, ты сказала, что это у тебя произошло, когда ты там занималась разгрузками, потом ты лежала, делала как-то, как будто ты по песочку ходишь, как ты это рассказывала, что ты лежишь и лежа представляла себе, ну, расскажи, расскажи слова. Да, так как в последнее время, ну, там, пару месяцев из-за моих всяческих переживаний там и в жизни, я всех событий, у меня немного нарушился сон, вот, то есть, раньше я ложилась и мгновенно засыпала, а сейчас я могу заснуть, проснуться, и потом начинается вот это такое брожение мыслей, вот, в это время я стараюсь делать раздрузку или использовать какой-то прием, который вы даете, например, следить за дыханием отлично помогает, вот, но если следить за дыханием, после этого я сразу засыпаю, а тут вдруг какой-то, ну, одной ночью я подумала, что я, вот эти мысли во мне, которые кружатся, они как океан страстей, во мне все кипит, я подумала, если это океан, у океана есть, бывают приливы и бывают отливы, то есть я, если страсти кипят и океан душует, он потом может успокоиться, я начала представлять океан, хотя я никогда не была на океане, вот, я начала представлять океан, эти успокаивающиеся волны, как они, их выносят на берег, и как я иду по берегу, и остаются следы, как волны на песок смывают эти следы, и вот такое у меня получилось успокоение, наверное, то есть я так в это провалилась, а ногами, согнутыми в коленях, я перебирала по постели. Распроску делала, да, то есть я как бы шла, то есть я не мысленно, не только мысленно шла, но я еще шла ногами. Ну и элемент ключ-два, да, так, так. Да, и вот в это я так провалилась, что я перестала ощущать, ну как бы я забыла о том, что я реально иду ногами, вот, хотя лежа идти ногами, согнутыми в коленях не очень легко, вот, но как бы я об этом забыла, то есть я там слушала этот океан, потом я начала представлять, что я беру ракушки и прикладываю их к ушам, и что вот этот шум, который там меня беспокоит, что он уходит, то есть вот этот шум моря, который мы привыкли, привезем ракушку, да, там приложили ее, и там шум моря, а у меня наоборот, как бы вот этот мой шум снимает. И вот таким образом, наверное, в какой-то я вошла в состояние потока. И я последние дни замечаю, что вот эти стихи, которые из меня полились, вот они просто полились рекой, рекой. Поток, да, да, да. И когда меня люди спрашивают, а что ты там днем делала, то есть я сейчас не работаю, такой, то есть я сейчас учусь, вот, но последнюю неделю я работала поэтом, вот я по-другому сказать не могу, я просто сидела с утра до вечера и писала стихи, и ночью тоже, про это будет стихотворение, оно уже почти готово. Слушай, интересно, ты мне еще на скайпе там сказала, что я чувствую, что из меня это прямо вот льется, льется, как у женщины, когда она готова родить и пока не родила, у нее вот это вот напряжение, ну скажи, скажи, вот это хорошее образование. вот это состояние, оно похоже, то есть ты не можешь остановиться, я теперь поняла, что такое поток, ты не можешь остановиться, пока из тебя вот это все не выльется, ты этим мучаешься, ну в хорошем смысле. Да, стихи пока не родишь. Они как дети рождаются, они вот просто рождаются, как дети. Вот, и сегодня, со мной сегодня, вот я была на прогулке, сегодня была потрясающая погода, сегодня у нас шел снег, то есть, допустим, налетала туча, шел снег, мгновенно, сквозь тучи прорывалось солнце, будет отдельное стихотворение, тоже сегодня написано. Отлично, да. Слушай, ну-ну-ну-ну-ну, скажи. В общем, я сначала гуляла медленно, я замерзла, потом я стала идти быстрее, и это солнце я нафотографировала, могу поделиться, и как будто вот я встретилась с весной, которую я жду, и потом я заметила, что стихотворение, которое я начала до этого писать, перед выходом из дома, что у меня сложились слова в рифмы, я это записала на диктофон, то есть, я уже замечаю за собой, что мне не хватает бумаги и ручки с собой, что уже на улице это происходит, и я просто достаю телефон и записываю на диктофон. Я не знаю, может быть у меня как бы там, я уже даже такие строки сочинила, быть может я сошла с ума уже который день, поэтому стала я на днях, и мне писать не лень. Ну, там есть продолжение, это тоже. Слушай, я хочу тебя спросить, а это вообще комфортно или не комфортно? Это, это комфортно, когда это легко, когда это складывается, но когда ты начинаешь мучиться, и какая-то рифма не идет, я здесь поняла, что нужно сменить состояние физическое, то есть нужно либо походить, нужно там либо выйти на улицу, либо это все успокоится, а потом ты вернешься, и это как бы неожиданно выльется из тебя, либо пока ты ходишь, напишется, вот сегодня в конце прогулки, вот я гуляла, там замерзла, согрелась, и я иду, и у меня в ритм шагов моих, замерзла, согрела, искала, встречала, любила, теряла, я пришла и написала стихотворение, то есть я вышла с одним стихотворением, которое дописал там походу, а вернулась с другим, а потом еще и встретила. Ты представляешь, я всю жизнь мечтал написать книжку, которая бы называлась «Психология технологии творчества», объяснить вот эти механизмы, именно глубинные механизмы, психофизиологические, вот как Пушкин, например, когда он там старался писать что-то, в это время он себе помогал автоматически женские головки рисовать, я уже говорил, что Агата Кристи, когда она сочиняла свои великие детективы, она писала эти детективы в голове, снимая лишнее напряжение, чтобы не застревать на пиках напряжения, мытьем посуды, то есть вот эти вот механизмы, которые никогда никто никогда не раскрывал, как раз таки я в новой книжке сейчас, кстати, у меня вышла сегодня книжка, вот это вот про страх, метод-ключ в комнате твоего страха, открой, открой и выпусти, да, она вышла сегодня в АСТ, а в следующую книжку ты напиши текст, а я там вставляю, еще получается у меня в тексте наши участники Школы Человек Будущего, и они создают свои приемы, и они пишут свои какие-то опыты, которые с ними происходят, и в творчестве, и в снятии стресса, и ты напиши вот это, и мы туда прямо тебя с твоим именем, фамилией увековечим, как я это и делаю, все участники там, да-да, участвуют, и они тоже будут там в этой книге со своими именами, это прекрасная идея, прекрасный проект, спасибо тебе, Светлана. Спасибо, Светлана. Мы скоро будем... Я вам очень благодарна. Как посчитать сначала. Кстати, я, когда хожу по улице, я вспоминаю, вот Пушкин, когда писал стихи, гулял, потому что я помню, как я пару лет назад шла на работу, я очень люблю осень, и я свердила всю дорогу стихотворения. Унылая пора, чей очарование. Вот это вот. И то есть это меня очень успокаивало, и в ритм с шагами это прям вот как бы отличная разгрузка получалась. И вот теперь, когда я до этого дожила сама, случайно, совершенно, вот, я хожу и думаю, о, я как Пушкин, а иногда я сочиняю, вот как сегодня, например, я мою посуду, там, тру ее, тру, да, и у меня там в голове эти рифмы сплетаются. Я думаю, о, я как Агата Кристи. Молодец, молодец. Спасибо. Я хочу сказать, что если обычно там как войти в состояние потока, то у меня сейчас, меня посещает мысль, как из него выйти. Вот. Потому что настолько бывает, что вот это вот захватывает, и ты чувствуешь, что надо остановиться. А ты представляешь, как Есенина, и Пушкина, и другие великие поэты, как они все время тоже находились в таких состояниях, когда вот бывало, что ты находишься в ощущении какого-то напряжения, когда тебе хочется, вот как ты говоришь, родить стихотворение, или какие-то строчки, и ты ходишь и по комнате. У меня есть даже такое стихотворение. Я художником стал, потому что мечтал. Потому что мечтал я художником стал. Я бы мир сотворил, но не смог. Потому что не Бог. И вообще одинок. Та большая сосна, что растет средь дорог, средь великих дорог, что до неба растет, оказалось не я. Это в моем состоянии депрессивном было, когда я ходил в комнате. А потом я, когда был в хорошем состоянии, я написал, та большая сосна в свете майского дня, в свете майского дня закружила меня, закружила меня, закружила меня, закружила меня, утомила меня. Совершенно другое настроение. Услог, услог, стихосложение рождается изнутри в зависимости от состояния. И поэтому, конечно, вот мы будем делать вебинар по творческим, по развитию творческих способностей человека, потому что каждый из нас творец, просто надо дать этот наш ключик, чтобы он мог открыть у себя и живописца, и поэта, и певца, и танцовщика, и кого угодно. Талантов у нас много, таланта один не бывает. И поэтому, проверяя себя в разных видах деятельности, вдруг открывается кто деятельность, или к иной, большая способность. И там развиваясь, человек обретает свою неповторимость, свою уникальность, свою полезность. Для себя и для всех окружающих. Спасибо тебе огромное, Светлана. Хатай Мегамедович, давайте в заключение прочитаю только что рожденные строки. Лишь картины и стихи точно отразят состояние души, мысли и маскарад, музыкой внутри звуча, танцами кружа, творчество, творчеством нежней всего лечится душа. Ой, как замечательно. Правильно, это исцеление души, а вместе с этим телом. Потому что человек единое духовно-физическое существо. Целостность. Это здоровье. До встречи. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. До встречи.